мир вам итак побольше поближе сделать так вот да 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 слушаю мир вам игнатих ну вот я хотел на эту тему то как с вами сегодня сейчас поговорить можно 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 я всех распроводил за водой сходил и уже дома пришел только все спаси христос а вот еще по мы тогда обсуждали насчет когда павла когда савла назвали павлом а вот еще такое есть предположение я у златоуста прочитал он говорит вот когда они были еще в антиохии дух святой сказала делите мне варнаву савла на дело которым я призвал их еще он савлом назывался и тогда совершили пост и молитву и возложив на них руки отпустили их и златоуз говорит что они их руку положили в этот момент и ими изменили о тогда и было изменено ему имя с руку положением новое имя был дано откуда ты известно это за то вас говорит откуда имя павел встречается один раз только и встречается тогда когда после этого имени человек который обратился там губернатор его имя стало тут определенная ссылка тут никакой ссылки нету просто думай так а может быть и так но главное сослать и не на что что при рукоположении меняли имя мы это тоже не видим никак когда мы считаем там петр когда подошел и никакого рукоположения не было уже бог изменил кифа был остальные вообще не тронуты и вообще неизвестно это рукоположение было ли просто благословение просто благословение не знаем быть преломляли хлеб ежедневно по домам что преломляли лепешку ломали этот лаваш или это было таинство вечерей тоже не знаем об этом как-то говорит лесков николай семёнович там какой-то люди ранен и все на то выдумал хлеб наш насущий даже нам здесь насущно у нас они насущен надо сущной насущностью нашей то есть божественный хлеб но все равно тоже похоже поскольку дальше то уже его дальше мы читаем но славу он же павел исполнишь из духа святого потом понятно но слова павел нигде не встречается а тут только конкретно и после него пошел павел и есть из-за чего что губернатор обратился когда колдун мешал и вдруг он здесь и он павел как бы он знает что переводится малый и одновременно он понял ничего я сделать не могу обратить человека тем более когда у него помощи который так препятствует и моя малость говорит изничтожение самого себя дало величие божие не яну бог вами это делает видимо тогда я знаю понял насколько он мал это очень четко такое доказательство ну да ну сам же себе имя то не изменишь или получается изменишь или бог ему это так вот чем как не не изменишь ну как и сам себе не просто сам себя а люди которые видят твои дела кто-то там был он же не один был и павел говорит ты осознал да я осознал что я малый и тогда в честь этого человека он называет тут похоже ссылка на конкретно имя павел только что единственный раз до него появляется во всей библии и он один раз меняет а почему меняет такой-то человек говорит варнава который прозвали там варсавой перечисляет потому что много жертвовал вот фомана близнец ладно так так дальше вот по 1 юана по посланию юана сейчас вопросы да так вот сейчас да вот а Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. То есть по тьмой это подразумевается неведение или грех? Неведение и грех, и то, и другое. Неведение называется тьмой, а человек во тьме мыкается не знает куда. И он не освящен благодатью Божией. Кто ходит во свете, как он во свете. То есть ясно, чисто, по пророчествам, по Писанию. Это 1.7. Первое послание. Да, да, да. То имеем общение с друг другом. Да. Имеем общение. А какие друг другом? Какие? Вот у нас общение со всем миром везде. Вот мы сегодня там вопрос поднимали о наших полусиротах. Об этом говорили как раз на занятиях. Посмотрите. Я сейчас только отправил. У меня за эту неделю набралось 174 гигабайта. За одну неделю. Это ну ясно дело, что что-то неладно делается. Много, да. 169 файлов. Вот. И дальше он говорит. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. Вот. Если говорим, что не имеем греха. К чему говорит это апостол Иоанн? Почему он имеет нужду это сказать? Потому что он прекрасно знает осознавать свое происхождение. Мы произошли от Адама. Написано. И Адам родил Сифа по образу своему. По образу уже Сифа. И кто говорит, а я безгрешный родился, вот маленький ребенок, ой, как ангелочек. Да нет. Мы по образу падшего человека. Говорит. Душа по природе христианка. Тертуряну предписывают. К какому времени? Душа по природе сотворенной Богом в раю. А теперь она рождается язычницей. Язычницей, не знающей Бога. Противницей Богу. Почему необходимо его учить? Нужно просвещать Словом Божиим. Благодатью Духа Святого, таинствами. Ну вот он это говорит. Получается, там какие-то еретики затесались, которые утверждали, что мы безгрешные все. Обязательно. Так говорили. Демиург – второй Бог, который сотворил зло. А остальные все рождаются безгрешными. А мы это знаем, что в беззаконии зачатия в грехе родила мать моя. А если посмотрим первое к Коринфинам 7.14, прямо говорит, иначе дети ваши были бы не чисты, а теперь святы. Даже Мартель Лютер это место толкует так, потому что одна половина верующая, она покрестила детей. Лютер столько натворил, всякая беда, а детей признавал крещение. Да, но после него, которые пошли уже протестанты, уже не признают. Да, это все они. Они вообще узду сбросили, у них ничего нет. Почему Надежда Крупская, Вилова жена, и говорила, религия – узда для масс. Узда. Я бы сделал, да нельзя. Я бы сделал, да боюсь. А ну как я погибну. Ну, а там узды нет никакой. В других этой религиях они понятия не имеют. А как бы ни проповедовали, что Павел за ересь? Нет. С каким намерением, говорит? Проповедует, говорит, как? Ложно. Стараюсь увеличить тяжесть уз моих. Это редкий случай такой, когда они каждого, кто обращался через них, власти арестовали, говорили, какого погубил человек. Они говорят, это Павел, Павел. От него обратился человек. То есть через них обращались, а они на него написали. И вот тяжесть уз еще сильнее. Был срок 2 года, стали 22. Паптистов, когда судили, и там их охраняло, краснопогодники. И один солдат обратился. Ну, и они как раз говорили, и мне это говорили. Вот такой-то человек, когда обыск был, и говорят, показывает, вот такой-то там майор Бедленко. Надо там говорить, а вот этот-то там назвал. Вот, это Лапкин ваши плоды. Через вас обратился. Какого офицера погубили нам? А он стал священником. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Это речь об исповеди, или это вообще? Вообще, никакой исповеди тогда это не было. Какой мы сейчас понимаем. Приходили в народе, я грешный там, что говорил, и все. Да знаем, грешный. Вот эту власть, которая сейчас у священников, в полноте, они ее возвели выше всего. Вот эти звания. Святейший. Вот святой, это, понимаете, свят, свят, свят Господь Само. Свят. Это все. В сравнительной степени святее, превосходное, святейший. И они превосходны. Через перепрыгнувшие из ангелов, хирургимов, серапимов, да еще мало того пишут. Ваше святейшее, святейшество. С большого уха до слова. И он соглашается. Что, нормально разве это? Свят, это все. Павел всех называет святые. Никого святее нету, только в насмешку если. А святейший встречается два раза. Только два раза. Назидая на святейшей вере, ваше Иуда пишет. И далее мы считаем в Ветхом Завете на святейшем месте всем, где храм. Речь идет о месте. Вера называется святейшей из всех. То есть сравнивая с чем-то. А тут так, или грешник ты по природе Адама, или ты омытый его кровью, стал святой. Свят. В сравнительной степени нет, что святее. Так нельзя быть. Это вот когда смотришь, там, мастер Маргарита, Валанга сидит, которого там захватили, торговый работник, он говорит, рыба второй свежести. Он говорит, никакой свежести не может быть, она только первая может быть. Дальше она тухлая у тебя уже. Второй свежести. Ага. Так, понятно. Вот, если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым. И слова его нет в нас. Почему, когда мы говорим, что не согрешили, то мы его представляем лживым? Потому что Господь сказал, что все согрешили, поэтому? А поэтому только правильно ответил. Если Господь сказал, то и мы должны сознавать. А тот говорит, я никогда не грешу. Нет. Нечаянно где-то, не подумавши. Я вот только вчера, я позавчал, что-то у меня было. Сказал. Я время даже не посмотрел. И сказал, а это неправда. Никаких последствий нету. Но я это знаю. Вот так. Посмотрел на счетцы. Да. Да, говорите. Да, посмотрел на счетцы. И цифру первую не рассмотрел. И брякнул. Но никто ничего нету. Все равно спали. Вот, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. То есть он это пишет, чтобы наоборот не согрешали. Да. А если согрешил, то имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа Праведника. Да. Нечаянно. Неумышленный грех. Неумышленный. Умышленный. Вот я пойду сейчас где-то затаюсь, вот там надену на мордик, меня не узнают, а могу залезть в окно. Этого нету. Но нечаянно это может быть. А как нечаянно? Я иду. Стоит ведро. Никого тут больше рядом нету. Я посмотрел в ведро. Думаю, отнесу потом. Поставил около себе. Его нету месяц, два лет. Я уже езжу ведром изолу вытаскиваю. И оказалось, что сосед-то у меня живет прям рядом совсем. Ну и пришлось ему новое покупать. Я бы не хотел этого, я никак. Но валяется. Угу. Так, ну все, благодарю пока. Давайте тогда я вот по другой. Вот вопрос. Ролик такой в интернете вышел. Я вам его сбрасывал. И то, что сестра сбросила. Священник. Открывать или не надо? Да не надо. Не надо. Зачем? Ну давай. Всем полезно будет. Давай, хам слушаю. Да, священник. Один священник. Я так и не понял. То ли это в Молдавии, где-то там. В Молдавии. Молдавия. Румынский язык там. Да, вот. Он не отпевает тех, кто не ходит в храмы. Никого ни разу не видел в храме. И те, кто привитые. Да. Вот. И там как вот так его осуждает. И я посмотрел. И он так отвечает им. Репортер у него спрашивает. Ну, он спрашивает у репортера. А вы, говорит, христианка? Она говорит. Да, я христианка. А он говорит. Это, говорит, не так. Вы, говорит, не покрыты. И вы, говорит, в шстанах. Вы все верно. Он так все хорошо отвечает. И вообще такого человека-то не найдешь вообще. Не увидишь. Вот я хотел ваше мнение вот по поводу этого ролика узнать. Ну, мнение такое. Надо узнать, как связь с ним установить. И скинуть наши материалы. И сказать. Мы понимаем так же, как вы понимаете. Заходите к нам. Будем близки. Знаете ли, русский язык. Скинуть туда можно. И кроме того, там заряди в поисковик. По-румынски там внизу сделай. Скажи перевод. Перевод механический. Выйди на него. Поговори. Наши ресурсы дай. Сошлись на меня. И скажи, я у тебя посоветовался. И как? Мы уже молимся за вас. Его вроде Олег звать. Олег, да. Мне он очень понравился. А до этого только неделю я разговаривал со священником на это. Я говорю, которые от этого умрут, что пытались от гнева Божия избавиться. Их отпевать нельзя. Они самоубийцы. Да. Да, да, да. Ну вот то, что видите. И такое я вот сейчас смотрю. И монахини вот у нас. Я общался с ними. Они тоже так рассчитают. Интересно. Ну хорошо. Как-то поддержать. Сказать им. Написать. И пояснение. Пояснение это так понятно. Если мы не признаем глобальность, кто все придумывает и кто ведет, то тогда все вот так в голове. Так а то ты знаешь, что это умышленно и специально готовились. Я когда говорил, что в природе нет этого. А мне слово природа выбрасывает. А вы говорили, нет, а болеют. Борг Господь предсказал. 24 глава Матфея, 21 Евангелия Лутки. Избавиться от этого ничем нельзя. Это все побуждение к покаянию. Чтобы мы стали перед Богом очищены, милостью его. А не то, что ты мне, Господи, сделай вот так, и я буду бессмертный. Так не будет. Ну то есть связаться с ним советуете, да? Да. Я хотел, но не стал. Сегодня залезу не так. Напиши хорошо. И там что можно переведи. Напиши румынский язык. Я не знаю, молдавский там есть или нет. Там румынский. Я зарядил молдавский, а оно по-румынски перевело. Они соседи. Я лежу вот на Украине. Они по-своему разговаривают. А Беларусь все время везде и президенты все по-русски. Все время. Я ни разу не выслал, чтобы Лукашенко говорил по-своему, по-белорусски. А там, который выступает в Зеленске, тот всегда по-своему. С Россией-то они договоры-то чуть не слились буквально. Ну, ясно дело-то. С одной-то кого? Там шесть, что ли, миллионов у них. Меньше Москвы. А с Россией-то они не очень. А почему вот вы-то как-то задавали? Или кто-то задал? Я не понимаю, где сказать. А зачем войска пойдут, считаем, мы в откровение там? Я не знаю, зачем. Мне это не дано откровать. Но маленько кое-что я могу сказать потом наедине. Я нашел то, что вполне может быть. А почему ядерное оружие можно ракету запустить? В ответ тысячи полетит. Нет, это непросто. Если с той стороны запустят, они же не останутся без возмездия. А дело-то такое, что еще куда вытянет. Поэтому надо быть очень осторожным. И правители это понимают. Ну вот, вы говорили насчет Китая. Что Китаев очень большое количество. И они очень легко с нами справятся. Ну, если пойдут на нас. И вам возражают тем, что говорят, у нас есть ядерное оружие. И поэтому они не пойдут. Нет. Ядерное оружие у Китая есть. И поэтому Китай на ядерное оружие не рассчитывает. Потому что в ответ получит хорошую подзатыльник. И поэтому они думают своими силами. Сколько вот было на Даманском. Ядерное нигде не употребили. А уже сколько лет. Америка один раз сбросила. Но это война была. И еще про оружие никто не знал. И все, Хиросима, Нагасаки, на этом кончилось. Посмотри, какая война была. А газовые атаки, которые были на Первом мировой Гитлер, так и не решился сделать. Ему предлагали там где-то. А Михаил Тухачевский против тамбовских крестьян. И его Господь предал. Расстреляли. Которые люди разбежались по лесам. Он дождался погоды. То и пустил. И все люди умерли. Скотина, все. А вот то, что Китай может пойти на Россию. Вы такое заключение сделаете, исходя из Библии? Или исходя из объективных таких вещей, что их огромное количество, а земля, а нас уменьшается? Да, в этом и так понятно. Во-первых, Китай, который там описывает недавно, он не был хорошо, там бывает. Какие они там с пяти лет буквально учатся. Спецназ может сегодня выставить сто миллионов. Понятно, что они учат людей, показывают северную часть, там до Урала почти все им якобы принадлежит. И они на этом не одно поколение воспитывают. Я-то недавно считал в Японии на один квадратный километр, квадратный километр, там кажется 275, что ли, почти 300 человек. У русских там даже в Сибири два человека. Что непонятно-то? Я понимаю, вот какое-какие заседания у них идут. Ну, подходят тоже представителю власти, там президент или кто. Я так воображаю. Не то, что там я видел или слышал. Как вы считаете, справедливо, что людям жить негде в Японии, а у вас пустующие территории? Ну, понятно, что несправедливо. Он говорит, да, несправедливо. Ну, сказал, ну, а несправедливость надо устранять? Надо. И вот я слышал, как один депутат выступал, Жириновский, и говорит, когда это цунами их там душило. Дать им определенный район по территории, какая страна, от нас это не убудет. Ну, как Бурятия, Тува, чтобы национальный язык сохраняли, но они, чтобы все остальное принимали за Конституцию Российской Федерации. Смотри, сколько тут Чечня, другие, ну, совсем, вот взять Казань, там, татары. Они даже не замещают, живут своей жизнью, в своей стоят религиозное здание. По-своему венчают, по-своему умирают все. Можно же с японцами так, а там просто приезжать, смотреть, как экскурсии какие, чтобы делать. Заповедник веры. Вот, неплохо было бы. Они бы эти пространства-то обработали, они трудолюбивые японцы. Да. Был такой преподаватель, я его не знаю, как сейчас даже назвать, не режиссер, а драматург, Розов. Ну, я с ним так знаком был в Москве, в литературном институте, раньше еще. Ну, я вопрос ему задал, редко кто на него отвечает. Да ну, там это провокация. Я говорю, как вы считаете, замысел масонов какой? Мы сидели, когда занимались, он вот так, у меня микрофон, у меня сразу его раз из рук, ближе к себе. И стал отвечать. Никого не боится. Мне так он по душе пришелся. Розов, он один из старейших. И он был, я, говорит, сейчас вернулся, там, не знаю, сколько-то год или сколько преподавал. Два года, кажется, в Японии, потом в Китае. Вот мы спим, говорит, еще шесть часов, а уже молотки везде стучат. Это очень быстро растущая страна. Вот и все. А у нас еще, возьми-то, мы с 4.40 встаем, даже в интернете, а еще вот так рано встаете, спать не даете. Я встаю в три часа, еще дальше. А то я мусульманам говорю, когда накрещат Аллах Акбар, а Иисус Акбар, он второй раз. Ну, обвели, велик Иисус. Ну и дальше я говорю, что за этим-то, у тебя ничего нету. Давай договоримся так. По совести. Ты будешь считать 150 или 200 страниц в Новом Завете, а я 200 страниц у вас. Без обмана, перед Богом. А потом встретимся, потом еще раз прочитаем. А то так ты в руках не держал книгу, и их книгу-то мало кто считал. Там Васильев какой-то выступал, и наконец-то он наткнулся, и ему угрожать стали. Это не надо. Я этим занимался много. У меня написано том целый. И потом я увидел, когда смотрел, как они работают, когда сам наткнулся на них в чат рулетки, я понял, ничего этого не надо. Достаточно не больше питья аятов знать, и все. Почему? Я ему говорю, он не читает, не знает. И поэтому, что я ссылаюсь, он перевод неправильно. Ничего не надо. Но другие, которые не знают перевода, он только то, что ему сказали, руки мыл. То есть на уровне детского сознания все. Да. Ну вот то же самое у меня был тоже хороший знакомый. Медресе учился. Я тоже так же говорю, давай, ты все, что ты из вашей книги, точнее так, ты все из Библии, все, что касается пророков, составишь, выпишешь. А я все из вашей книги выпишу, все, что касается пророков. И мы сравним. Он говорит, давай. Ну и потом мы встречаемся где-то через неделю, там, или сколько-то. Он говорит, нет, я, говорит, посоветовался со своими, там, братьями, и мне сказали, нельзя. Потому что, говорит, у вас, говорит, про пророков написано плохо. Нам нельзя, говорит, это читать. Приговор себе подписали. Да. Вы, когда будет возможность, 18-й том открытым оком, хорошо просчитайте. Я его начитал, в интернете стоит, начитал. Да вы что? Конечно. Три года назад уже. На занятиях я просчитал, как их там святые отцы называют, Феодор, там, остальные, Кирилл и Мефодий. Ну, все понятно, хорошо. Смотрите, а вот в третьем послании Иоанна Богослова он упоминает такого человека под именем Диатреф. Это, я так понимаю, это какой-то христианин, какой-то был даже, какой-то главный над какой-то церковью. О нем какая-то есть? Я думаю. Ну, раз он другим повелевает, запрещает. Значит, какая-то роль была, но никто не знает, кто он. Никто. То есть он, получается, запрещал принимать христиан, приезжающих? Да. А тогда и были бродящие проповедники назывались. Вот Дидаха об этом подробно говорит. Если он приехал, у вас два дня там живет проповедник или три дня. А если больше остается, то это уже лжеучитель. Гоните его. Если просит хлеба, дайте. Это настоящий проповедник. А если просит денег, гоните его. Это не настоящее. То есть очень такими простыми шагами определяли. Они вместо места шли, эту вещь. Люди еще не слышали о распятии. А вот здесь я как-то вот читаю, ищу, и не могу найти. У меня такое ощущение, как будто христиане все первые. Они все заботились только о христианах, о верующих. А с миром не соприкасались. И даже с миром, ну вот, никакую милость для мира не давали. Именно заботились только о христианах. Принимали только христиан, а не христиан не принимали. Есть такое или нет? Нет, нет. Житие святого Антония об этом говорится. Когда языческие солдаты шли, а им все принимали, все давали. А почему они такие добрые? Говорят, это христиане. И через это его тронуло. Нет. В 84 Деяния апостола просеившиеся ходили и благовествовали. Ему даже видение было. Там македонянин пришел, и он туда пошел. Нет, это да. Я говорю, милостынь, милостынь это давалось. А, милостынь. Вот то есть забота принимать домой, вот это все. Ну, а там голод был. Голод, голодомор был в Иерусалиме. Поэтому Павел туда направлял все средства. А так помогали всем всегда христиане. Ну, то есть даже не христианам. Не христианам даже. Ну, ясно дело, когда они нуждались в этом. Нуждались в какой-то мере. Мы в этом видим. Вот. И им оказывали какое почтение. На остров Мелит, когда разбитый корабль, они высадились. И какие отношения были. Правда? Их не в гостиницу поместили. Сначала там хворост собирали. Ну, вот апостол Иоанн говорит, что кто, говорит, приходит и не приносит всего учения, таких не принимайте даже домой. Это речь об учителях, да, я так понимаю? Вот какие-то проповедующие учителя. Не нуждающиеся, просто там сидел у храма, просил. А вот кто он такой, чего ты можешь спросить, а можешь не спрашивать. Ты видишь, он нуждается. Накорми его. Это говорят святые отцы. Вот у нас есть о милости, не материал к истинному православию. Сильно не исследуй. Но в первую очередь помогай своим верным, то есть тем, которые родные по вере. Кто не заботится о домашних, тот отрекся от веры хуже неверного. Ну, сегодня очень трудно вот около храмов найти действительно нуждающихся. Вот, допустим, цыгане. Цыгане могут быть нуждающимся? Которые постоянно каждый день там стоят, каждый раз? Думаю, нет. Они живут намного богаче нас. Она и ворожит, и ворует. У нее все есть. Им нельзя помогать. Это враждебное богу семя, племя. Да, я об этом и говорю. А если человек действительно нуждается, к примеру, но враждебный богу колдует или еще что-то? Нет, никак. Дьяволу нельзя помощь оказывать. Они плененные, пускай разбираются сами. Никогда и никак, ничем. Даже пятак там дали, святой Нифон. И вот уже минуту оказался в пригоршем сатаны. Но вот вы много людей милостыни давали, и много людей исследовали, действительно ли нуждаются? Вы вот при храмах, которые люди стоят, много ли нашли действительно нуждающих из-за вашей жизни? Ну, как я их не искал. Я просто видел, что они не гожи. Одна приходила, она как-то к пятидесятникам, то ли была, то ли склонна их где-то, Валентина звать. И она приходила, так вот, платок сделает. Кажется, руку даже не протягивала. Ей подходили, давали. Ей тогда нужно было набрать 16 копеек, булку купить. Она с сыном жила. Она сразу вставала, Богу молилась и уходила. У нее ничего не было. Ничего. И она никогда не просила больше, чем требуется на хлеб. Это настоящее нищие. Мы посещали ее на дому, были. Вот у нас бывает, сколько раз на мои... Сегодня мы сильно сурово поговорили с сиротами, этими дроботами. Ну, занятия посмотрите. Это начались мы еще на собрании на сегодняшнем. Уже я Володя к Зеву понес. Ну, вот, буди ты, посмотри. Их допрашивали. Дети отвечали сами. Ну, вот этот священник, который мы, о котором говорили, если он нуждается, ему можно десятину отправить? Можем узнать сначала, нуждается он или нет. Какой у него приход, сколько человек. Включен он, нет, десятина. Торгует или если торгует, то нельзя. А если скажут, у меня торговли нет, тогда можно будет узнать. Хватает, да с трудом. Тогда можно даже не одному послать, а поговорить с братьями. Узнать, как помогать им, какие у них деньги там принимают. Ну, все до конца довести, узнать хорошенько. Только о нем речь, а не о том, что у него там подчиненные, они имеют нужды. Ну, у нас своих хватает нужда. Да. А его можно одобрить, ободрить этим. Вчера такая ситуация была. После храма, ну, я распечатал вот эту Ивана Златоуста из проповеди о том, как он говорит о тех, кто разговаривает в храме. Вы прочитали, да? Да, смеется. Смеется, разговаривает. И то, что те, кто смотрят, они тоже такое наказание несут. Те, кто ничего не делают, ну, никак на это не влияет. Вот. Я это распечатал, всем раздал там, вот, и кто давно ходит там, ну, в лавки там, везде. Ну, и выхожу, когда и говорю, мы, говорю, мы очень, мы неверующие. Ну, я так заявляю всем, что мы, говорю, неверующие, мы сами себя обманываем. Ну, и где-то человек пять со мной стали спорить из клироса, который певчий. Нет, мы такие, говорят, закон мы не исполним. Все это Христос делает, мы не можем законы исполнить. Ну, спорили, спорили, ладно. И одна говорит, если, говорит, не покаемся, то, ой, если, говорит, не согрешим, то, говорит, и не покаемся. Это, говорят, верующие, которые уже, ну, очень давно в храме, представляете? Ну, и вот. Апостол Павел говорит, праведенствует на таковых, а по-английски написано God forbid. Бог запрещает. Да. И самое интересное, что вдруг идет батюшка, и они сразу ему говорят, батюшка, смотрите, он говорит, что мы грешные. Ну, про меня. Я хотя так не говорил, но это они так поняли. И он так говорит сразу. Правильно говорит. В Священном Писании написано, что нет, говорит, ни одного человека не согрешившего. Я говорю, так есть. Ну, еще, говорю, написано, рожденный от Бога не делает греха, потому что семь его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. И батюшка, знаете, что говорит? Он говорит так, значит, мы, говорит, не рождены от Бога. Я говорю, ну, это значит, мы себя, говорит, я говорю, это значит, мы себя обманываем. Он говорит, значит, мы себя обманываем. И пошел дальше. И все, эти пять человек развернулись и ушли с ним. Пошли грешить дальше. Да. Значит, то есть он сказал правду. Конечно. Может, он что-то другое имел в виду, но сказал, как сказал. Ну, может быть, он размышлял об этом, и ему к месту. Бабки эти надоели, как это Андрей Ткачев тогда был, через колено, ломиком ее. Ну, на него напали сразу. Да. Практически непробиваемое. Ну, вообще ничего. Чем больше, дольше ходит человек в храм, тем он более неисправимый становится. Как будто. Вот, по всем этим делам. Как будто. Да, да. Так, ну, тогда все, что ли? А вот я тебе вопрос задам. Давайте. Тебя, отец Сергей Николаевич. Так точно. Мы как-то говорили, чтобы он там попробовал мои стихи насчитать. Он как будто бы даже обещал, что придет время. Как думаешь, почему он не стал ни одного стихотворения насчитать мастерски? Так, чтобы как строки выплывали, там, ну, все, как он другие делает, там, Ковачев, другие. Ну, он, это только я могу сделать, чтобы выплывало, а это, ну, не знаю даже. А я, например, догадываюсь. Люди, которые пишут стихи и пытаются стихать, писать, у них это есть, это ревность. Как-то кто-то может, когда он сам пишет. А отец, кто тебя знает, каких-то из настоящих поэтов, там, Есенина, Пушкина, Некрасова, там, Расула Гамзатова, Дементьева, возьмем, так, чтобы цитировать, Лермонтова, наизусть. Ну, я не слышал никогда, чтобы он их цитировал. Он сам, он никогда практически, я точно знаю, что он не любитель чужой что-то читать, он только сам. А ему скажи, скажи, я вот когда делаю, у меня везде после проповеди другое стихотворение. 500 поэтов за 300 лет, имя я пользуюсь, 20 тысяч файлов в моем распоряжении было. 20 тысяч файлов, и многие из них я знал наизусть. Вот скажи, в этом вопросе-то мы разнимся. Я никогда не завел, мне Бог дал видеть, серьезно это стихотворение или нет. И в сравнении с ним, мое, похоже на него или выше, или ниже. А я знаю, когда пишут, даже посредственно и слабо, все равно эти люди очень, ну, как бы, ревнуют, как завидуют или что. Просто я знаю этих людей, так они, а мне никакой нужды нету в этом. Я считаю, без подписи автора. Я его считаю и вижу стихотворение очень сильное. Я тебе могу сейчас вот кончиться. Слышал такой роман, и романах поет, роман. Потюшин. На болоте там сидит где-то. Не знаю, нет, наверное. Да роман, и он известный, везде его распространяют. Может быть, слышал. Роман где-то. Ну, и меня спрашивают на занятиях-то. А я говорю, отвечаю. И теперь я этот вопрос вытащил, могу кинуть другим. Вот который я выставил вам про ГУЛАГ-то двое, не считали? Пока еще нет, нет, еще нет. А не откладывайте далеко. Выберите время, прочитайте. Это люди не просто из книжки взятые. Люди, с которыми я близко-близко знаком был. И они на магнитофонную пленку позволили записать. А потом это все, мне пришлось тут сделать такой. Магнитофон ногой выключать, выключать. Веревочка к ноге, и я все перепечатал это. Довольно большие материалы. В среднем оба, может, страниц по 50. Хорошо, я прочитаю. Я хочу, я Геннадия Фаста почитаю сейчас. И вот это. И это когда будет. Это будете знать, как одну Ксения, два, другую Мария. Что сделали с людьми. Это даже нельзя вообразить. Не было такой власти нигде. Ни Шингисхан, ни Гитлер. Никто это не делал, чтобы свой народ так истреблять. Это не люди были. Хуже фашистов сотни раз. Вот это и есть. Если в чем-то не отвернуться себя до конца. Допустим, оставаться там патриотом каким-нибудь там национальным. Хоть в чем-то. И всегда это как прореха, через которую вот эта сатана на тебя действует. И вот я вот заметил, ну, что с моим отцом там, еще с кем-то. У кого остается нечто свое, то, что у него до этого было, то всегда это прореха. Она... Тогда они даже то, что любят, в этом направлении они развиться не могут сильно. Они примитивно-примитивно рассуждают и пишут. Я таких людей знал. Ну, он огородит, пытается рифмовать, а там ничего нету. Все на поверхности. Да. А зачем писать стихотворение? Стихотворение показывает с другой стороны. Как бы было много позволено ему, и делается массовое сравнение, перенос событий. Вот если Господь позволит, и на субботу я буду думать, говорить проповедь, подготовить. Что такое карван? Мы уже говорили об этом. Очень серьезная тема. И очень точная. Вы это выразили. Я вчера думал на этот счет, думаю, точно. Именно этим словом все покрыли. Любое беззаконие. Если родная мать ему не нужна, родители, о церкви не надо заботиться, а только для своей утробы. Карван сказал, и покатился баран. Ну а что делать вот таким людям, которые, ну, как бы, вот это, где у них вот эта прореха? Прореха то, что не знает Слово Божие. Нужно точные места знать, отточенные. Мне при отце Геннадии, когда он был здесь-то, ну, немножко там дали, так сказать-то. Тут, как говорится, наблюдателем был, священник, он сразу постарался, чтобы я не говорил. Я им сразу все сказал. Все местописания, которые надо запомнить, запишите. Главное, чтобы авторитет был абсолютной Библии, и чтобы был страх Божий. Вот здесь все сокрыто. Если это есть, человек этот может обратиться. Новые таланты покажет Господь Бог. А вот у нас тоже есть брат хороший на Украине, который юрист, который приезжал. И вот что-то последнее время его нету с нами, и он на своем языке на украинском постоянно пишет. Как вы думаете, какая причина? Причина это во мне. Мы как-то беседовали с ним, а я выразил, что я говорю, вот Жириновский делал там выступление, где-то хорошее, бывает он дурь гонит. А тут сказал так. Украина, это значит с краю, на окраине она там. И поэтому со всех сторон там на нее лезут и лезут. Украинского языка как такого нет. Он смешанный там и там и польский, и чешский, ну, которые были, оккупировали, и там ассимиляция нации была. Ну, и дальше он приводит места, которые, ну, по-русски-то они совсем не так, но понятно, что о чем. Мне всегда казалось, украинцы это человек, который косноязычный и нарочно ломает язык и говорит. И я ему возьми да это скажи. Он сразу после этого стал бы так. А так как он меня называет своим духовным отцом другой, он против меня не поднялся. А он стал распыляться на всех тогда. И остановить почти невозможно. А тут он напишет по-украински. А я по-украински ему отвечаю. Как? Зачем из машинку? Зарядил, дал ему. А он тогда начал меня опять хвалить. Он был, приезжал не один год, был. А вот так вот не выдержал человек. Я сказал то, что действительно так. Слова, которые даже не синонимы, а поистине другого государства. Они же все время там под речью посполитые были. А самостейная-то Украина только мечта была. Это Бендера хотел этим заняться, Степан. И ничего нет, ему посадили. Самостейная Украина, никого нет. Она никогда не была. Ну Мазепа предал Петра Первого. Так он медаль высек. Иуда. Специально, что он ему предал. Во время войны он предал свои войска. А потом в Турцию бежал. Вот нигде не встречал, чтобы кто-то зашел. Слава Германии, слава Америки. А слава Украине постоянно кричат. Вот на этом вот их сатана уже захватил. Я говорю, слава Украине. А кто такая Украина? Это у вас что там, дома такие? Или люди? Люди. Да люди там у вас, проституток, пруд-пруди. Мужчины, пьяницы, наркоманы, матершиники. Ну и кому слава-то? Коррупционеры, которые вашу страну разбазарили. Которые ложью наполнили, все с родственным народом. Такую подняли. А Россия ничего не делала против-то. Они начали там Крым. А Крым он никогда Украине не принадлежал. Россия его приобрела. Она была российская. Это Самодур Хрущев там отмахнул Нине Петровне, жене на день рождения. С Донбассом тут вопрос другой. А Крым это... Он никогда не принадлежал. С какой стати он им стал принадлежать? От кого это зависит? Союзскую власть вы ненавидите. А она это сделала. Потому что там одно государство было, ни на что не влияло. А теперь влияет. Это порты. Севастополь там все. Я много ездил по Украине, не знаю. Вот если кто-то встречается, такое видно, что не русское обличие такое. Но еще не скажешь. Бывают усы есть. Я говорю, вы не мусульмане. Усы неизбритые. А мы армяне. По столице. Я говорю, знаю армян. Я не сразу. А вы знаете, кто первый уверовал? Я говорю, вы кто? Ну армяне. Ну какие армяне? Это апостолы первые уверовали. Там ни одного армянина-то не было. Они тупые-тупые. Ничего не знают. И прямо на своем стоят, как старообрядцы. Нет, нет. Я говорю, ну нет. Ну вы приняли раньше нас. В 4 веке. А мы в 9-10 веке. Режа все большая. Ну вы не первые. За ними греки. Апостолы пошли. А армян не было. Их армян никого не было посла. А потом нашелся Григорий, который это все обратил на род свой. Но почему вот когда человек, даже будучи христианином, вот он вот это национальное свое упирается в нее, то он мгновенно начинает деградировать. Он ничего познавать не может. Он не признает ничего. Никаких достижений не может иностранные признать. Как будто оскудение происходит. Я говорю, смотрите, гуси загоготали, воины проснулись и отбили. Гуси спасли Рим. Ну а эти-то гуси, которые в моем дворе-то, какое отношение к им имеют? Им голову рубят каждый год и ни одного нету. Вот так и это. А мы наши там были где-то. Ну если даже и были, что из этого? Вот это было с меня сброшено, там, три года назад. И я сразу почувствовал великую свободу. И таланты сразу начинают возрастать. Я спрашивал этих. Я говорю, вы по-русски-то еще так плохо говорите. А почему материтесь так хорошо? И все по-матушке, твою мать там и всякое. Ты же узбек, ты таджик, ты туркмен. А материтесь одинаково, языки разные. Почему? Вы можете ответить? Не один. Я думал об этом и ответил за себя. Почему? Потому что нет более грешной женщины, как русская. Она родила главного идола, человека-ненавистника. Вот почему. И поэтому они сами того не зная клянут русскую мать. Потому что она породила это чудовище. Даже этот был Дмитрий Смирнов, такой толстый там. И он говорил, его бы давно надо сжечь и распылить по вселенной, чтобы нигде не было его места. А вы биографию Ленина изучали? Очень хорошо. И откуда у него эта фамилия? Он там где-то 116, что ли, с чем-то было у него разных. Когда прятал старик, там звали его. Ну вот как-то можно проследить вот его этот путь? То, что он вот до такого дошел, состояние. Что стал таким вот, которого мы знаем. Он не знал, что была революция, он случайно узнал. И он как забегал по комнате, что без него. Там описывает. Он такой мелочный был. Он в жизни, кажется, полтора дня только работал. Адвокатом какой-то из-за гусей или из-за чего там было. Он нигде не работал. А которые желали, где-то, кому другие. Он все благословлял. Они убивали там казаков. И потом меняли. И кто менял деньги, они уже знали, какие купюры. И их ловили. А он опять бежал куда-то. Бежал там, по-моему, по этим. Где-то что-то обожрался. Крупская пишет. С него там пена такая шла. Когда уже стали разоблачать его. Очень боялся. Трусливый, как таракан был. И вот, когда их сюда в пломбированном вагоне, они ехали. И он все за Александром. Пойдем другим путем. Вот Александра-то его казнили. Зря, конечно. Во-первых, такой бы злобы не было. И тем более покушение не состоялось. Ну, надо же это учитывать было. Кто же думал, что в один день всех жандармов порубят? Угу. Что-то хотел сказать сейчас. Как раз на эту тему. Ну, это у всех у них есть какое-то начальное духовное образование. Как правило. Ну, да. И вот они привязаны к народу. И все что-то придумывают. Они там первые. А они важные. Да перед Богом все народы, вместе взятые на земле, легче пустоты написано. Все народы легче пустоты. Сравнение-то какое. Ну, вот то, что тот, кто не уверовал во Иисуса Христа, не стал праведным и святым, будет брошен в гиену огненную с дьяволом и из бесами. Это говорит о том, что люди, получается, они сами будут как бесы, раз они пойдут в гиену-то. Ну, как бесы? Ну, я имею в виду, что противники Божьи. Войду в те же тела, в которые жили. Ну, это да. Это да, да. Я не это имею в виду. Не в теле, как бы, а имеется в виду по своему направленности такие же противники Бога, как и бесы. Получается так? Да. Ну, это они чувствуют, они считают, ну, что доброе что-то делают, что-то хорошее, но в то же время остаются противниками Божьими. То есть в этом же обольщении, в чем состоит обольщение? То, что человек думает, что он, в принципе-то, ну, не такой плохой, ну, не такой уж, как бес, не такой, как сатана. И только во свете Евангелия просвечивается, что ты, оказывается, как сатана. Сам по себе. Да. Все дела дьявольские делает, он уподобляется ему. Когда только подумал о человеческом Петр, Христов сразу ему отпарировал и говорит, отойди от меня, сатана. Да. Какой великий дар нам Господь оставил. То, что оставил Библию. Да. Это вообще. Никакого бы не было бы критерия. Совесть попрана, уже не умеешь слушать, а написано, и все. Все. Ну, спасти Христоса, Гнат Тихонович, за беседу. Благодарю. Еще будет что, заходи. Хорошо. Так, отошел, с Богом. С Богом.